Для детей с редким диагнозом спинально-мышечная атрофия лекарства будут выделяться за счет государства. Препарат стоимостью 40 миллионов тенге позволяет продлить жизнь маленьким пациентам и облегчить симптомы заболевания. Сколько детей зарегистрировано в области с данным диагнозом? Узнаете из сюжета. Спинальная мышечная атрофия – наследственное генетическое заболевание. В Паударской области такой диагноз поставлен трём детям. Одному из них один год, двум по шесть лет. Один из них – Ратмир Булавин. Стали замечать два с половиной года. Такие признаки были, как нарушение походки в развалочку, стал падать, падать стал назначить, то есть ноги его не слушались. Это продолжалось и месяца два. Далее направили нас в Астану, в центр материнства и детства. Там у нас взяли анализ на генетику и диагноз подтвердился. Нам поставили степень. Далее мы 2 декабря 2021 года получили первую вакцину также в Астане. И динамика не заставилась и долго ждать. Начались улучшения. И сейчас, спустя, вот мы шестой укол получаем. Динамика, конечно, у нас очень хорошая. Спинальная мышечная атрофия может привести к деформации суставов, проблемам с питанием и опасным для жизни дыхательными нарушениями. Детям и взрослым с этим диагнозом трудно самостоятельно сидеть, стоять, ходить. Пока в мире нет лекарства, которое могло бы полностью вылечить это заболевание. Но раствор спинраза стоимостью 40 миллионов тенге, который поставляется через фонд обязательного социально-медицинского страхования, позволяет продлить жизнь детям. Они вводятся интратекально. Интратекально – это в спинномозговой канал непосредственно. Это процедура схожа со спинномозговой пункцией. То есть мы вводим препарат в спинномозговой канал, непосредственно доставляем, можно так сказать, поближе к месту работы этого препарата. То есть это передние рога спинного мозга. И этот препарат достаточно эффективно начинает работать. Раствор спинраза, позволяющий продлить жизнь детям с генетическими редкими заболеваниями, появился 8 лет назад. Очень дорогой препарат пациент должен получать каждые 4 месяца. По мнению врачей, для того, чтобы лекарство было эффективным, его следует принимать как можно раньше, до развития болезни. Ермек Сапаров, Самалкали Казы, Даулет Каширбаев, Ертесакпарат.